Татьяна, добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз представлюсь. Меня зовут Наталья Анатольевна Туняк. Я кандидат педагогических наук. Являюсь заведующим кафедрой непрерывного образования и воспитания Автономной некоммерческой организации высшего образования Праволославная академия образования и искусств имени святителя Алексия Митрополита Московского. И также являюсь научным руководителем самой крупной автономной некоммерческой организации дошкольного образования, планета детства Лада, город Тольятти, Самарская область. Очень рада приветствовать вас всех и надеюсь, что сегодня смогу поделиться тем опытом, который сложился у нас в планете детства Лада. Опыт практикоориентированный. И чем мы славимся вообще по Российской Федерации тем, что в нашей организации дошкольного образования наука и практика идут рука об руку. Поэтому мне бы хотелось сегодня в разговоре о современных подходах к работе с родителями в условиях дошкольной образовательной организации с учетом требований Федеральной образовательной программы дошкольного образования вас тоже попробовать зацепить тем форматом работы, который мы всегда с нашими коллегами в детском саду проводим. Ведь как теория без практики не дает более качественного результата, так и практика без теории страдает, поскольку нет мотивационной и смысловой основы. Ведь для того, чтобы совершать какие-то действия, нужно в первую очередь ответить себе на вопрос, для чего я это делаю. И у науки, и у разных наук на эти вопросы практиков всегда есть ответы. На самом деле мы с вами работаем в системе дошкольного образования, которая стала первой ступенью общего образования системы Российской Федерации. Ведь мы, наверное, как никакая другая ступень, сталкиваемся вот с этим противоречием. Обязательно или не обязательно дошкольное образование? Можно ли дошкольное образование заменить семейным воспитанием, семейным образованием? И как взаимодействуют эти две ветви, которые сложились еще очень давно? И мы понимаем, что если рассматривать человечество в историческом аспекте, то, конечно же, воспитание детей всегда было прерогативой родителей. И только потом начали появляться люди, которые получали специальную подготовку, или им отдавалась специальная функция, которая заключалась в введении ребенка в жизни взрослых. И из этого фактически мы с вами, как педагоги, как профессионалы в своей деятельности, и вышли. Так вот, в связи с тем, что это очень давний процесс поиска приоритетов в семье или в детском саду, в связи с тем, что до сей поры, несмотря на то, что эти две ветви воспитания существуют очень давно, и мы помним с вами, что в XIX веке уже целенаправленно открывались первые детские сады, в частности, детский сад в городе Санкт-Петербург в России был открыт в середине XIX века. И до сих пор это проблема, на самом деле. Это не вопрос, который возникает, кто лучше, кто хуже, как нам вместе жить, а это проблема взаимодействия. И противостояние, которое сегодня, к сожалению, нарастает между этими двумя направлениями воспитательной деятельности и образовательной деятельности, приводит к тому, что нам нужно найти корень зла. Кто все-таки возьмет очень правильную позицию и примет мудрое решение, понять, в чем проблема, и все-таки попробовать ее конструктивно решить. Именно в этом аспекте мы с вами сегодня и поговорим о работе с родителями. На самом деле, сегодня семья переживает очень масштабный кризис. Семья как явление, семья, которую мы с вами со времен Карла Маркса рассматривали как ячейку общества, она не перестала ей быть, но эта ячейка испытывает очень серьезное давление со стороны всей окружающей действительности. Вы знаете, что сегодня семья уже в мировом пространстве не рассматривается как союз мужчины и женщины. Есть разные вариации, которые для нас с вами в рамках сложившихся подходов являются неприемлемыми, и мы все-таки стоим на традиционных подходах и говорим о ценностях семьи, о том, что семья – это сообщество двух людей, мужчины и женщины, в которых по преимуществу есть дети. Дети свои рожденные или дети усыновленные. Поэтому семья становится неустойчивой, и вот весь свой кризисный потенциал, который у нее сегодня накопился, к сожалению, исходит вовне. У нас увеличилось количество разводов с вами, это внутренний разрыв семейных отношений, у нас уменьшилось количество людей, вступающих в брак осознанно, это тоже внутренняя система отношений, но и все те напряженные моменты, которые в семьях есть, куда в первую очередь несут родители. Конечно же, в ту организацию, куда они впервые от себя отделили ребенка. Это детский сад. И в связи с тем, что семьи находятся в таком сложном, неустойчивом положении, их энергетическая составляющая, к сожалению, не способствует тому, чтобы мы наладили взаимоотношения и установили продуктивное, качественное взаимодействие с родителями на уровне взаимодействия детский сад, родители или законные представители ребенка. Здесь привела вам немного статистики, для того, чтобы мы с вами понимали, что действительно семья находится в кризисе. Семей у нас с вами очень много. И по данным на 1 января 2024 года у нас в стране 24,5 миллиона семей. Это целая армия, огромная армия семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей. Каждая десятая семья на сегодняшний день считается многодетной. Хотя мы говорим о том, что, к сожалению, тот демографический негативный процесс, который проходит по Российской Федерации, сказывается на количестве вновь рожденных детей. И, к сожалению, по многим регионам констатируем тот факт, что смертность над рождаемостью преобладает. Семья сегодня по максимуму, в большинстве своем, имеет несколько детей, но не так много. На диаграмме, которая сейчас перед вами, вы видите, что, например, в начале 20 века очень реалистичными были семьи, в которых было от 8 детей и чуть поменьше. Такая кривая была с падением в период Великой Отечественной войны. Понятно, что это объективные условия. И то мы говорим о том, что рождаемость все-таки была. И вот вплоть до 2020 года мы наблюдаем вот эту плавающую кривую, которая постепенно-постепенно у нас снижается. Ну, например, скажем так, приводя Тольятти в качестве такого примера, мы можем сказать, что, к сожалению, сегодня есть дни, когда в наших родильных домах не рождается ни одного ребенка. И это нас очень печалит, очень вызывает много мыслей по этому поводу, потому что человеческий ресурс, дети – это наше с вами будущее. При этом очень важно понимать, почему родители становятся многодетными. Если раньше, опять-таки, возвращаясь к началу 20 века, когда было 8-7-6 детей в семье, это было традицией, женщина имела столько детей, сколько ей, как говорили, давал Господь Бог, то сегодня многодетными родители становятся зачастую неосознанно. И это тоже такой напряженный момент. Ведь посмотрите, что чаще всего многодетные семьи возникают, потому что вдруг возникла незапланированная беременность. То есть это такой неосознанный подход к родительству, который свидетельствует о том, что многие семьи не готовы к выполнению своих родительских функций по отношению ко всем детям, которые есть в этой семье. Большое количество разводов, о которых я упомянула. И основной-то причиной развода сегодня, к сожалению, становится материальная составляющая, когда уровень доходов в семье не соответствует ожидаемым требованиям того или иного партнера. При этом есть некий портрет семей, что на одну женщину сегодня у нас приходится 1,4 ребенка, если мы возьмем всех женщин Российской Федерации. Далее мы с вами говорим о том, что полных семей у нас, к сожалению, всего лишь около 21%. Все остальные семьи являются неполными или утратившими членов семьи. Сегодня эта ситуация еще более усугубляется в условиях введения специальной военной операции. И это нам с вами необходимо понимать лишь потому, что родитель, который привел к нам ребенка, должен быть нами адекватно оценен в своем психологическом состоянии, эмоциональном состоянии, социальном состоянии, чтобы мы не преувеличили своих ожиданий, но и в связи с тем, что мы и должны их не преуменьшать. А вот что касается еще ситуации с разводами, то в 2023 году случился уникальный случай, когда большое количество разводов у нас появилось по статистике, по данным статистике, статистических органов в республиках Северного Кавказа. Такого раньше не было никогда. И это еще раз нам свидетельствует о том, что на самом деле семья сегодня переживает очень серьезный кризис, и мы это должны при выстраивании взаимодействия с родителями, конечно же, учитывать. Государство со своей стороны предпринимает целый ряд мер для того, чтобы поддержать семью, поддержать семейное воспитание, поддержать семьи с детьми. Вы знаете, что у нас в стране введена целая система национальных проектов, и в частности национальный проект «Демография» своей основной задачей видит поддержку семей, имеющих детей, женщин, которые имеют детей, и для этого создается целая масса условий, в рамках которых создаются и группы раннего возраста, которые полноценно оснащаются за счет средств государства, и проводится различное обучение для женщин, имеющих детей, для того, чтобы они не теряли свои квалификации, не теряли свои профессиональные компетенции, или обладали какими-то новыми в период нахождения в декрете и в отпуске по уходу за ребенком. И концепция государственной семейной политики, которая была принята еще в 2014 году, и в 2025 году она завершает свое действие, следовательно, мы ожидаем другой документ, конечно же, заявлено несколько важных для нас с вами, для образовательных организаций, позиций. Первое, конечно, это провозглашение принципа ответственности каждой семьи за воспитание, образование, развитие личности ребенка и за сохранение его здоровья. Коллеги, вот здесь тоже очень важно понимать, что провозглашение принципа ответственности это не снятие ответственности с образовательной организации, ни в коей мере, потому что очень часто в практике, и не только в детском саду, но и в школе, к сожалению, мы можем слышать такой факт, воспитывайте своих детей дома. Это ваша ответственность. И сегодня мы прикрываемся законодательством. Ведь вопрос ответственности родителей предполагает их верное отношение к тем процессам, которые происходят в образовании их ребенка. Это содействие образовательным организациям, это взаимодействие с образовательными организациями, но ни в коем случае не замена этих функций своим воспитанием. Также заявлена приоритетность государственной семейной политики в плане провозглашения, популяризации традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни. Мы говорим о возрождении духовных традиций, о нравственных традициях, в семейных отношениях и в семейном воспитании. И, конечно же, государство говорит о том, что необходимо создавать все условия для того, чтобы способствовать возникновению семейного благополучия и формирование ответственного родительства и повышение роли родителя в обществе. Обратите внимание, что, например, касается ответственного родительства. В период действия данной концепции в рамках проекта «Современная школа» был запущен грантовый конкурс, в рамках которого создавались консультационные пункты для родителей, имеющих детей, или для родителей, которые хотели бы принять в свою семью приемного ребенка. И государство оказало всеоблемлющую поддержку тем организациям, которые участвовали в этом конкурсе грантовой поддержки и оказали невероятное количество консультаций тем родителям, которые захотели проявить эту ответственность, которые захотели ее у себя сформировать, которые обратились к специалистам, увидели, наконец, специалистов образовательных организаций как экспертов. И сегодня это очень важный момент, коллеги, это по отношению к нам. Насколько мы будем экспертны для родителей, настолько родители будут поворачиваться к нам с вами не спиной, а смотреть нам в глаза. В связи с тем, что все меры поддержки государством приняты, вы знаете, что 2024 год по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина стал годом семьи. Огромное количество мероприятий в этом году проходит под эгидой популяризации семейных ценностей, по продвижению идей семейных династий и многих-многих вещей, которые связаны с семьями детей. Поэтому многие мероприятия, которые в этом году проходили, они прошли и через всех нас, начиная с дошкольных образовательных организаций и кончая различными мероприятиями, которые организовывали даже наши бабушки и дедушки для того, чтобы показать нам, какова роль семьи в жизни человека. Надежда теперь только в том, что все те мероприятия, которые проходили в течение этого года 2024-го, не останутся мероприятиями, а все-таки они послужат формированию смысла, формированию ценностей семейных как у подрастающего поколения, так и будут способствовать укреплению этих семейных традиций и ценностей у тех, кто уже является семьей. Государство и во взаимодействии с образованием закрепило права и обязанности родителей, законных представителей обучающихся. Закон об образовании в Российской Федерации, 44-я статья, которую мы с вами должны знать, говорит о том, что у родителей имеется целый ряд прав. И мы видим, что в данной статье, в первом пункте, речь идет о том, что родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. И наша задача, коллеги, это право родителей реализовать, ни в коей мере не противопоставлять себя родителям, а формировать авторитет родительства, способствовать формированию авторитета родителей у наших воспитанников. Органы государственной власти и все созданные форматы российского движения детей, молодежи сегодня ориентированы на то, чтобы поддержать родителей, оказать им помощь разнообразную, от просветительской деятельности до непосредственной консультационной поддержки и, конечно же, включение в целый ряд мероприятий, которые мы проводим как непосредственно внутри образовательной организации, так и на уровне тех мест, в которых мы находимся, будь то поселок, будь то район, будь то область, город и так далее. Также мы говорим, что родители, для родителей определены и обязанности, и мы говорим, что родители обязали нести ответственность за получение их ребенком общего образования. Поэтому нельзя говорить только о том, что родителям дали права и не наложили на них ответственности ни за что. Нет, права и обязанности находятся в равновесном положении. Самое важное представителям образовательных организаций правильно читать этот документ и понимать, что преимущественное право это так же, как я вам сказала выше, это не значит, что родитель главнее, важнее во всем, чем образовательная организация, потому что мы не меряемся силами. Вот это противостояние, которое сегодня пришло в пик между общественным воспитанием и семейным, оно должно пережить кризисное явление и все-таки разродиться пониманием, взаимопониманием, которое приведет к качеству дошкольного образования, взаимопонимания, которое приведет к той самой позитивной социализации дошкольника, которая заявлена у нас во всех нормативных документах, в частности, федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, который для нас с вами является базовым документом ведения профессиональной деятельности. С чем мы столкнулись? Я вам привожу те факты, которые мы установили для себя, и я думаю, что многие согласятся, что характерные черты проявления на уровне воспитателей, на уровне родителей есть и у вас. Во-первых, мы установили, что не всегда воспитатели ставят конкретные задачи во взаимодействии с родителями. Они почему-то с ними общаются, зачем-то они им пересказывают все, что было в течение дня с их ребенком, либо отвечают на возникающие у родителей вопросы, но не являются лицами, которые выстраивают взаимодействие, которые понимают, для чего им нужен родитель, которые понимают, какие методы он может применить в работе с родителями, не всегда понимают, какие виды семей вообще представлены у него в группе. Мы чаще всего пользуемся такой социальной характеристикой, у меня есть полные семьи и неполные, а дальше, ведь внутри огромное количество различных вариаций, ведь полная семья может быть патриархальной, где папа принимает все ведущие решения. Это один вариант семьи. Полная семья может быть абсолютно разобщенной между собой, когда мама и папа живут вроде бы вместе, мы формально считаем, что это полная семья, а это два совершенно разных человека, которые просто находятся на одной точке проживания, а между ними мечется ребенок. И можно говорить дальше и дальше, тоже так же о неполных семьях. Где-то один папа воспитывает детей, где-то одна мама воспитывает детей, где-то мама увлечена своей личной жизнью и дети предоставлены сами себе, а где-то мама берет на себя функционал и второго родителя, и в поход с ребенком, и в горы, и в реки, и так далее, и так далее. Это все разные подходы, и применять к ним одни и те же методы, согласитесь, совершенно не правомерно с точки зрения нас как профессионалов, нас как экспертов в сфере дошкольного образования. Поэтому даже мероприятия, которые мы проводим, они, конечно же, должны быть очень четко дифференцированы. Что мы проводим для одной группы семей, что мы проводим для другой группы семей, а где мы говорим индивидуально, а где мы можем собрать семьи все вместе для того, чтобы повести профессиональный разговор на важные темы, касающиеся развития детей дошкольного возраста. Дальше мы говорим о том, что да, сегодня все воспитатели, особенно имея большой доступ к сети интернет, к различным информационным ресурсам, используют интересные формы взаимодействия с родителями. Там и чаепития, и конкурсы, и какие-то марафоны творчества, и мастер-классы родители проводят. Но анализ всех этих мероприятий показывает опять что? Что эти мероприятия не дифференцированы. Не все родители могут принять участие в проведении мастер-классов. И родитель не должен, если он не может этого сделать, по объективным причинам, он не должен чувствовать себя ущербным по отношению с другими родителями. Значит, у него должна появиться какая-то другая позиция. Эти вещи уже очень давно были прописаны авторами комплексной образовательной программы детства, когда Татьяна Игоревна Бабаева предложила несколько подходов к моделям взаимодействия с родителями, когда были определены типологии родителей. И я вас всех ориентирую на альманах детства номер один, который был опубликован в начале 2000-х годов. Там есть прекрасная статья о том, какие типы родителей есть и какие формы, модели взаимодействия можно в зависимости от типа родителя применить в практике. Они и сегодня актуальны, несмотря на то, что прошло, грубо говоря, более 20 лет. Дальше мы говорим о том, что при взаимодействии с семьей и ребенком опять не учитываются интересы конкретной семьи. Количество родителей сегодня вовлеченных, действительно вовлеченных, не пришедших на родительское собрание, а вовлеченных в образовательный процесс является недостаточным для того, чтобы говорить об их активном участии. А опять-таки закон Российской Федерации об образовании в Российской Федерации, статья 44, говорит о том, что родители являются активным участником образовательных отношений. Он не пришел с нас спросить, что было сегодня. Он не пришел на родительское собрание послушать. Это не активная позиция. Активная позиция, когда родитель выступает в качестве нашего соавтора образовательного процесса. Даже иногда не находясь на территории детского сада. Ведь сегодня мы с вами знаем, что федеральная образовательная программа дошкольного образования имеет такое разнообразное содержание образовательной деятельности и столько ставит перед нами задач, которые должны решаться и вне стен детского сада. И вот наш участник-родитель. Он возьмет на себя определенную часть тех вопросов, когда мы ребенка ведем в цирк, когда мы ребенка ведем на балет, когда мы ребенку показываем архитектуру родного города. То, что сегодня в связи с определенными сложностями в обеспечении безопасности, не всегда может сделать детский сад. Вот где речь об активности родителей. А если он еще и пришел к нам в детский сад, да еще и поучаствовал в жизни детей нашего детского сада, тогда это действительно наш полноценный партнер. Дальше мы говорим о том, что воспитатели имеют очень четкое убеждение. Не все, да, не могу обобщать. Есть воспитатели, которые обожают своих родителей и находят с ними общий язык. Но большая часть воспитателей, коллеги, к сожалению, сегодня убеждены, что родители сегодня невоспитаны, некомпетентны, что родители грубы, что родители слишком требовательны и масса-масса-масса других характеристик. А что же происходит тогда на уровне родителей по отношению к нам? Есть действующие установки. Опять-таки вспомните, что вы слышите от родителей, воспитанников детского сада. Детский сад – это место для сбора денежных средств на разные нужды. Воспитатели получают заработную плату за то, чтобы воспитывать детей. Вот пусть они их воспитывают, как убеждение. Если я привожу ребенка в детский сад, то это проблема детского сада, если что-то с моим ребенком не так. Родители оплачивают работу дошкольных образовательных организаций в определенной части, в части присмотра и ухода, и в части организации питания, но не считают необходимо участвовать еще как-то. Мы и так заплатили, чего вы от нас хотите. Но и у них же возникают свои собственные противоречия, потому что есть у них права и обязанности, но мы не умеем ими пользоваться. И родитель не понимает, его никто не учит использованию этих прав и выполнению обязанностей. Есть потребность у родителей в определенных образовательных услугах, а мы, к сожалению, не можем их предоставить, и родители испытывают дискомфорт, недовольство и выражают нам его между действительно низким уровнем у части родителей педагогической культуры, но и отсутствием системы их формирования. Система формирования – это педагогической культуры. Поэтому вопросы именно эти. Коллеги, отключусь, потому что опять нестабильное соединение. Поэтому, как Татьяна сказала, я отключаю камеру. И поэтому у нас есть определенные кризисные явления, с которыми мы сталкиваемся, и утратилась позиция, очень важная для взаимодействия хорошего, когда воспитатель имеет определенную ценность, так же, как и родитель имеет определенную ценность для воспитателя. Далее мы говорим о том, что очень сильно ориентированы все на материальную составляющую. Да, она сегодня очень важна, но очень важно также понимать и то, что материальная составляющая не должна превалировать над смысловой. Ведь мы сегодня говорим о том, что подрастающее поколение, которое вырастили и мы с вами, в том числе, коллеги, не забывайте об этой ответственности, имеет целый ряд особенностей, которые нас сегодня не устраивают. Но мы, как педагоги, приложили к этому руку по тем или иным причинам, но ответственность нас никто не снимал. Поэтому, как родители ответственны за то, что происходит с каждым ребенком, так и мы с вами ответственны за это же. Так же мы говорим о том, что прервались преемственные связи педагогических традиций в семье. Родители чаще всего проявляют неграмотность определенную, особенно в части, например, если говорить о детях дошкольного возраста, в рамках развития игры ребенка, которая является ведущим видом деятельности. Родители же делают ставку на интеллектуальное развитие, потому что думают, что залог успешности там. Но опять вопрос к нам, как к экспертам. Как мы рассказали родителям об игре? Как мы смогли убедить родителей в том, что лучше предоставить ребенку возможность свободно играть и получить все необходимые новообразования, чем освоить, допустим, чтение в три года? Это вопрос к нам. Поэтому вот это выстраивание взаимоотношений между родителями и педагогами детского сада имеет общую ответственность. Общую ответственность за то, что мы с вами в этом взаимодействии делаем. Диагностика. 21% родителей, по мнению педагогов, только готов к конструктивному диалогу. А что же остальные 79%? При этом вы посмотрите, какие наиболее конфликтные группы наши воспитатели выбирают. И это не родители-мигранты, и не бабушки и дедушки, и не малообеспеченные, и не асоциальные люди, а люди, которые сверхзанятые. И это опять наша оценка. Посмотрите, сверхзанятой родитель, он может быть объективно сверхзанятой, но мы его уже отнесли к тому, кто не готов к конструктивному диалогу. Поэтому наша позиция, экспертная позиция, все-таки мы должны осознать, что мы профессионалы своего дела, и что именно мы выстраиваем продуктивную линию взаимодействия, но понимаем и то состояние родителей, семей, которые сегодня есть. Поэтому с нашей позиции проблема взаимодействия детского сада и семьи заключается в том, что у нас конфликт ценностей. И задача преодолеть этот конфликт и сделать наши ценности, особенно по отношению к нашему ребенку, который наш и для родителя, и для воспитателя, сделать эту ценность важной для полноценного развития детей. Так что же мы с вами должны делать? Много сегодня у нас есть позиций. Мы говорим о содействии образовательной организации семье, о помощи семье, о сопровождении, об обучении семьи. Так что нам делать для того, чтобы эту ситуацию изменить? Во-первых, нам нужно узнать наших современных родителей. И наконец-то понять, что современный родитель это уже частично ответственные родители. Вот та задача, которая ставилась государством по развитию ответственного родительства, позволила объединиться родителям, законным представителям в целое движение. Движение общественное, которое так и называется ответственное родительство. Наши родители сегодня это организованная группа. Ведь буквально в этом же году исполнилось 11 лет национально-российской ассоциации родителей. Сегодня эта национальная российская ассоциация родителей принимает очень активное участие как в законотворческой деятельности, так и в контрольных мероприятиях и выдвигает огромное количество предложений и проводит много мероприятий для родителей же в целях просвещения, в целях консультационной поддержки и так далее. Посмотрите, какой сложился парадокс. Родители взяли часть функций образовательной организации на себя. Значит, что-то они не получили у нас. Это я все говорю к тому, коллеги, что зачастую, общаясь с воспитателями и со специалистами, работающими в детском саду, первым делом слышишь, что самая большая проблема это взаимодействие с родителями, что мы им все должны, а они только приходят нас контролировать. И теперь посмотрите, как родительская ассоциация развивается. Причем развивается она не в плане того, найди способ отконтролировать детский сад еще лучше, чем я. А родительское сообщество развивается в плане приобретения наших функций, педагогических, психолого-педагогических. И это сегодня во многих крупных городах провоцирует увлечение семейной формой получения образования. Начиная с дошкольного детства и идя дальше по всем остальным ступеням. Это неплохо. Мы не противодействуем этому. Но очень важно понимать, что родитель имеет уникальную возможность реализоваться совершенно в других формах деятельности, отдав своего ребенка в детский сад вне зависимости его организационно-правовой формы частный, муниципальный, частногосударственный и так далее. Но при этом важно понимать, что здесь-то мы выучились, мы получили определенные профессиональные умения, навыки для того, чтобы ребенка воспитать в соответствии со всеми его возрастными и индивидуальными особенностями. родители были вынуждены взять на себя часть наших функций. И это как раз говорит о том, что профессиональное сообщество в этом отношении очень сильно, ну, можно сказать, больно грубым таким выражением, но все-таки очень сильно недооценивает возможности свои либо сопротивляется изменению родительского сообщества. Вот это проблема наша с вами. первое, что нарушаем мы с вами, это положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, когда мы говорим о взаимодействии с родителями. Ведь первым пунктом у нас с вами стоит уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений, к которым относятся в первую очередь родители, законные представители. И от этого уже выстраивается определенная негативная атмосфера во взаимодействии с родительским сообществом. Пункт следующий проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к обучающимся их родителям и коллегам. Ведь это самые базовые вещи, которые мы с вами приняли в качестве положения о нормах профессиональной этики педагогических работников и которые мы же в первую очередь зачастую и нарушаем. Это самый первый, самый простой входной шаг для того, чтобы взаимодействие с родителями устроить, выстроить в отношении всех моментов. Вижу вопрос, на вопрос я отвечу в конце, коллеги. Поэтому смотрите, исходя из всего того, что я выше сказала, можно очень четко определить противоречия, которые требуют от нас модернизации практики взаимодействия, модернизации, осовременивания. То есть мы должны все-таки признать, что современная семья – это не семья, 25 лет назад существовавшая, она другая, у ней другие проблемы, у ней другие явления, и мы уже сказали, что эта семья находится в кризисной ситуации, но мы должны понять, что да, гуманная цель признать за родителями право быть полноправными партнерами педагогов, но используемыми в практиках аналогичными ориентациями в достижении этой цели, когда педагог занимает не позицию эксперта, а позицию над родителем и начинает учить родителя воспитывать его собственного ребенка. Закон об образовании нас с вами опять опрокидывает здесь и говорит, приоритетное право на воспитание и обучение детей принадлежит родителю законному представителю. Поэтому мы должны в себе качество, которое всегда было очень важным, даже не качество, а умение, которое было всегда очень важным в деятельности педагогов, умение рефлексировать, умение оценивать себя, свои действия со стороны, взращивать как в себе, так и в своих коллективах, если здесь присутствуют не педагоги, а присутствуют руководители и заместители руководителей по воспитательно-методической работе в детском саду. Поэтому рефлексия это наше все. Как мы в первую очередь взаимодействуем с родителем, как мы выстраиваем взаимодействие, где, вот уже немножко перекликаясь к поступившему вопросу, когда родители провоцируют воспитателя на конфликт, показывают свое превосходство, в какой момент мы позволили родителю показать свое превосходство, в чем это превосходство, проанализируйте эту ситуацию, прорефлексируйте и найдите точку ноль для того, чтобы понять, что было тогда сделано не так. И от этого мы уже будем выстраивать дальнейшую свою деятельность. Кроме того, смотрите, у нас же стоит задача педагогического просвещения, и мы стремимся родителям и повесить информацию, и на аудио прислать, и книжку посоветовать, и еще на родственском собрании лекцию прочитать, но при этом не всегда, к сожалению, коллеги, мы квалифицированы. Иногда мы отстаем от той современной практики, которая дает более эффективные результаты. И педагоги сегодня, к сожалению, испытывают этот голод нехватки знаний, нехватки практических умений. Хорошо, что есть такие площадки, как Директ Академия, где можно просто услышать другое мнение и увидеть, как работают в другом регионе или когда люди получили какой-то результат. Но это делают не все воспитатели, не все педагоги в этом участвуют, потому что сегодня мы все сидим в интернете, но тоже должны понимать с вами абсолютно объективно, что так же, как и для любого другого человека, не все источники имеют методологическую ценность. А все-таки, когда мы говорим о педагогике, это не, скажем так, не просто ремесло педагогическое, когда мы научились присматривать, ухаживать, чтобы у нас никто не упал, никто ни коленку не расшиб, не остался голодным. Мы все-таки говорим о развитии детей в современной ситуации, которая сегодня нас с вами окружает. Поэтому мы должны и соответствовать этой ситуации. Поэтому это противоречие тоже есть. Мы учим родителей, а сами того до конца не осознаем и не понимаем для чего. Поэтому задача модернизации практики и стоит, и задача, которую мы должны с вами решить, это развивать диалогические отношения педагог-семья. Как обеспечить этот развивающий диалог? Вопрос на самом деле чрезвычайно сложный. Первый шаг, я вам уже сказала, необходимо развивать свою педагогическую рефлексию. Именно, коллеги, педагогическую. Не надо развивать личностную. Личностная рефлексия это ваше личное дело, но профессиональная рефлексия это дело вашей жизни, это дело вашей профессии. Вот именно этот вид рефлексии нам с вами нужен. Как я поступил, какой результат я получил, почему я его получил, какие причины я не учел, как можно было бы еще поступить. Вот это все рефлексивный диалог с самим собой, когда мы говорим о педагогических подходах. Что еще мы можем сделать? Посмотрите, федеральная образовательная программа дошкольного образования ввела нам с вами целый раздел, чтобы опять-таки коллеги привлечь наше внимание к тому, что родители это участники образовательного процесса активные, что они нуждаются в нашем внимании. И в этом разделе зафиксирован целый ряд задач, которые необходимо нам с вами решить, чтобы мы хотя бы от чего-то оттолкнулись. То есть с чего начать? Изучите ФОП. Цель взаимодействия с семьями обучающихся. Посмотрите. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей. Это наша с вами цель. В вопросах образования, охрана, укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. Обеспечение единства подходов к воспитанию обучению детей в условиях детского сада и семьи. И обратите внимание, коллеги, повышение воспитательного потенциала семьи. Если первые две задачи, первые формулировки обеспечения единства подходов и психолого-педагогической и в том числе повышение компетентности родителей для нас не новые задачи, хотя мы их как-то упустили из своей жизнедеятельности в организации дошкольной, то вот повышение воспитательного потенциала семьи, посмотрите, нас с вами государство призывает сформировать родительский авторитет. И это немаловажная задача. не уронить его в глазах ребенка, а помочь увидеть своего родителя совершенно иными глазами. Задачи, которые мы должны с вами решить в рамках достижения данной цели, конечно же, информирование родителей, просвещение родителей, содействие развитию ответственно осознанного родительства, построение взаимодействия в форме сотрудничества и партнерства, вовлечение в образовательный процесс. Но здесь ведь, коллеги, информирование родителей, например, так же, как и просвещение, то, о чем я, в принципе, сказала вам раньше, это ведь неформальный процесс. Ведь просто повесив на стенде информация для родителей о том, какие сезонные явления необходимо, на какие сезонные явления необходимо обратить внимание ребенка старшей возрастной группе осенью, это не информирование родителей. Это формальный подход к выполнению задачи. Чем больше мы будем формально реагировать на родителя, тем больше будет разрыв между нашими двумя институтами, институтом семьи и институтом дошкольного образования. Чем дальше мы не будем учитывать особенности взаимодействия со взрослыми в рамках просвещения родителей, законных представителей, тем этот разрыв тоже будет больше. Ведь зачастую посмотрите, как мы проводим даже родительские собрания с родителями. Мы ведь их можем посадить на детские стульчики, потому что у нас нет других в группе. Мы сделаем лекцию на 20 минут, перечитывая текст федеральной образовательной программы по данному возрасту. Неужели это родителю интересно? Нет, конечно. И поэтому ситуация, связанная с родительскими собраниями, воспринимается родителями не как получение жизненно необходимой для него информации, для того, чтобы его ребенку было интересно проживать свое дошкольное детство, а как та ситуация, когда мы собираем в целях чего-то с них получить. Взрослый имеет другие особенности. У взрослого есть свои интересы, у взрослого есть свои особенности восприятия информации. И если говорить еще дальше, то обучением взрослых, а это касается и вопросов просвещения и информирования родителей, занимается такая наука, как андрогогика. Андрогогический подход во взаимодействии с родителями – это наше с вами будущее. Необходимо интересоваться, какие методы и формы обучения для взрослых есть, если мы хотим сделать процесс взаимодействия, процесс просвещения родителей, процесс информирования родителей сделать интересно. В этой же программе федеральной образовательной определены принципы построения взаимодействия. Еще раз посмотрите, коллеги, приоритет семьи в воспитании, обучении, развитии ребенка. Еще раз напоминаю, не замена, а приоритет, авторитет родительский у ребенка, открытость этого взаимодействия, взаимное доверие и уважение, индивидуально дифференцированный подход к каждой семье, возраста сообразность при планировании и осуществлении взаимодействия. Мы должны учитывать не только возраст самих родителей, но и возраст ребенка, по поводу которого мы общаемся. Если это родители малышей, мы должны понимать, что они открыты детскому саду и чаще всего в практике мы замечаем, что если в младшем дошкольном возрасте родителей смогли увлечь процессом дошкольного образования, вовлекли с интересом, учли особенности, потребности этих родителей, в чем они испытывают сложности в воспитании малыша, и детский сад ответил экспертно на эти запросы, в дальнейшем нет никаких проблем с участием данных родителей во взаимодействии с детским садом. Если же этого не произошло на этапе раннего детства, потом мы с вами, знаете, как в сензитивных периодах наиболее благоприятных начинаем ломать себя, ломать родителей, и это зачастую приводит не к тем результатам, которые бы мы хотели иметь. Ну и, конечно же, федеральная образовательная программа дошкольного образования у нас определяет три ведущих направления взаимодействия. Во-первых, это диагностика аналитическая. Для чего? Для того, чтобы мы понимали, какие родители, какие семьи именно у меня в группе. Не вообще они есть, а у меня в группе. Просветительская и есть задача просвещения, потому что государство говорит о том, что нам необходимо поколение здоровых граждан Российской Федерации. И в просветительском направлении очень четко заявлено, что одним из ведущих направлений просвещения родителей должно стать формирование здорового образа жизни. Это очень важный момент. Ну и, конечно же, консультационное, когда мы родителям помогаем в решении наиболее критичных моментов, связанных с возрастом ребенка в первую очередь, ну и, конечно же, еще и с индивидуальными особенностями. Посмотрите, коллеги, все больше распространения получают у нас с вами так называемые развивающие беседы с родителями. Вот целый алгоритм у вас выложен, и вы сможете его хорошо изучить, когда проработаете презентацию уже вне проведения нашего вебинара. Ведь сегодня беседа с родителем это не чтение нотаций и не ответ на вопросы родителя. Мы говорим о развивающей беседе, когда мы, выполняя роль эксперта, ведем родителя в ходе нашего разговора к тому выводу педагогически и психологически целесообразному, который необходим нам для эффективного диалогического взаимодействия. Есть правила построения беседы, они сейчас у вас на экране. Данный подход распространен очень хорошо в странах Западной Европы. И как бы мы что бы ни говорили, есть очень хорошие методы формы работы, которые наши коллеги в западноевропейском образовании дошкольном отработали. И этим важно воспользоваться. Кому интересен опыт проведения развивающих бесед, он получил очень хорошее распространение в детских садах города Томска. Есть даже небольшая методичка, она в сетях интернета гуляет по проведению развивающей беседы. Автор Ирина Китер, вот, поэтому можно ее найти, внимательно прочитать и воспользоваться опытом коллег. Эффект вы получите очень хороший. У нас, например, в городе очень многие частные школы, не детские сады, школы, они пришли к применению развивающих бесед и сейчас даже прекратили проводить общеродительские собрания. Есть два собрания. Общее со всем, когда собираются все родители школы, есть какие-то важные вещи, касающиеся развития школы, каких-то обсуждений общих вопросов, точно так же, как и в конце года, когда мы подходим к концу обучения и хотим рассказать о том, что в течение года у нас прошло, провести такой отчет. А все остальные встречи с родителями четко индивидуальные, потому что не все вопросы можно обсуждать в присутствии даже второго родителя. Конечно, это время, конечно, это требует определенной перестройки нашего процесса, но это эффект. И те, кто захотят работать с удовольствием, те, кто захотят видеть своих родителей счастливыми, довольными и открыто смотрящими нам в глаза, конечно же, воспользуются и этим подходом. Мы используем педагогическое просвещение, очень часто используем его сегодня с современными родителями в дистанционной форме, потому что это удобно, это не требует вырывания родителей из той сверхзанятости, в которой они пребывают, но, конечно же, не умаляем достоинства очных форм просвещения. Очень часто проводим просветительские мероприятия в виде мастер-классов с участием ребенка и родителя. Это дает очень хороший эффект, особенно если мы хотим сформировать какое-то жизненно важное умение у ребенка, и нам нужна в этом помощь родителей. Кроме того, в нашей организации очень поддерживается конкурсное движение, в котором родители и дети могут поучаствовать в совместной деятельности и только предъявить ее в образовательной организации как результат. В частности, у нас проходит фестиваль «Автофест», вы видите перед собой малышей в костюмах, автомобильчиках, проходит театральный фестиваль, проходят различные фестивали и всероссийского масштаба, в котором мы принимаем участие, где родители и дети выступают одной командой. Сегодня родитель готов к тому, чтобы поддержать своего ребенка вот в этом направлении. Ну и, конечно, консультационная поддержка. «Анудоу планета детства Лада» имеет прекрасный опыт организации консультационной поддержки, поскольку мы являлись участниками грантового конкурса Министерства просвещения, и в течение четырех лет опыт нашей организации мы оказали более 42 тысяч консультаций родителям как нашего города, так к нам обращаются уже и родители с различных территорий Российской Федерации. И тоже вам могу сказать, из опыта наконец-то родители осознали, кто такие педагоги-психологи, насколько они важны в их жизни родительской, поскольку эти консультации проводятся не для детей, а по поводу детей. Вот то, о чем я хотела сказать, наше общение с родителями должно стать общением только по поводу ребенка, больше не по какому поводу, коллеги. родитель увидит, что его ребенок нам интересен, он пойдет нам навстречу. Это то, что должно стать отправной точкой для поиска друг друга в процессе воспитания, обучения и развития наших воспитанников. Коллеги, если еще есть вопросы, я бы хотела их увидеть. То, что касается поступившего вопроса, я думаю, что я в процессе уже частично на него ответила. На самом деле, коллеги, вот все как в жизни, все как в семейной жизни, у кого есть семья, вы должны понимать, что в любом конфликте, в любом противостоянии, даже если это не конфликт, виноваты обе стороны. И самое главное, начать с себя. Вот поэтому я говорю о том, что при выстраивании работы с родителями, давайте, коллеги, начнем с себя, попробуем понять, где мы, ну, скажем так, современным словом, накосячили, молодежным сленгом скажу, а уже потом будем говорить, где родители нас не слышат, почему они нас не слышат, и давать им какие-то характеристики. Я благодарю вас за внимание, я видела в процессе, что были отклики на отдельные моменты. Надеюсь, что тот материал, который мы сегодня с вами вместе попробовали освоить, будет для вас полезен и на самом деле сделает ваше взаимодействие с родителями успешным, эффективным и принесет много радости в первую очередь нашим детям. Спасибо, коллеги, большое. До свидания. Спасибо.